Я Павел Отдельнов, художник. Я совмещаю живопись с другими медиа, с инсталляцией, с видео, с рисунком, с фотографией и так далее. Наверное, только перформанса нет в этом всем арсенале. Мы сейчас находимся в Пушкин Хаус на моей выставке Acting Out. Выставка задумывалась задолго до того, как она случилась. Мы задумывали ее с директором Пушкинского дома, с Еленой Судаковой, еще в начале прошлого года. И это должна была быть, наверное, немного другая выставка. Мы говорили о теме Холодной войны, о том, как можно было бы об этом говорить сейчас, о Холодной войне. И о тех, может быть, каких-то не самых известных эпизодах этой войны, которые просто требуют стать образами, должны стать образами. Ну, как, например, работа за моей спиной, где изображена шахта для ракет межконтинентального базирования, которыми очень гордился Советский Союз. И ракет, которые были уничтожены после договора СНВ с Соединенными Штатами. И эти же шахты оказались засыпаны советскими деньгами после денежных реформ, которые произошли в начале 90-х годов. После реформ Павлова и после уже реформ Ельцинского периода, уже так называемой шоковой терапии Егора Гайдара. Я нашел целый ряд таких историй, которые хотел, можно быть, включить в эту будущую выставку о Холодной войне. Но так получилось, что вот этот образ шахты, заполненной деньгами, как заключительная работа в этом повествовании, она стала одной из первых работ на этой новой выставке, которую я назвал Acting Out. Эта выставка, она уже не о Холодной войне, а о настоящей войне, которая происходит сейчас, которую ведет Россия. И эта выставка о том, что за фасадом этой войны, что, может быть, послужило ее причиной, почему она вдруг произошла, как она стала возможной. Я размышляю об этом и размышлением об этом я посвятил три зала в Пушкин Хаус. В последнее время большую часть времени я проводил мастерской, потому что эту выставку я приготовил здесь, в Лондоне, создал ее с нуля. И, в общем-то, кроме этой мастерской в Шордиче, я практически ничего не видел в течение первых двух месяцев. Сейчас я большую часть времени нахожусь здесь, участвую в разных мероприятиях Пушкинского дома, провожу экскурсии по моей выставке. Мне очень нравится и этот район, где находится Пушкин Хаус, и мероприятия, которые здесь проходят, они тоже очень интересные, насыщенные. И мероприятия, которые проводят зима, они тоже очень замечательные и уникальные. Лондон я выбрал, потому что Британия делает Global Talent Visa, специальная виза для художников, для людей творческих профессий. И это реальная возможность находиться здесь легально долгое время и потом получить гражданство. Возможность здесь работать и вообще какой-то иметь статус. Вообще, это один из центральных городов, наверное, если можно говорить в таких терминах, то это одна из столиц мира и столиц мирового искусства, потому что сюда стянуто очень много всего. Тут есть все главные галереи представлены, здесь замечательные музеи, может быть, самые лучшие в мире музеи. Здесь проходит крупнейшая ярмарка, Art Friest Nui, и здесь говорят по-английски. Здесь можно понять то, что говорят другие люди и быть понятым. Здесь не нужно начинать учить язык с нуля, какой-то язык незнакомый. Я встречаюсь здесь с замечательными людьми, которые действительно поддерживают друг друга, и которые очень общительные, которые открытые. Я имею в виду, конечно, и русскоязычные сообщества, тех, с кем я здесь познакомился за это время, и англичан, которые очень многие интересуются культурой России и других стран бывшего Советского Союза, и интересуются историей советского, и постистории, что произошло и что привело к тому, что мы видим сегодня. Попытка это исследовать, попытка разобраться в этом, это, наверное, главная тема дискуссии здесь, в Пушкинском доме, и разных встреч, обсуждений новых книг. Кроме этого, я встретил много англичан, которые учат русский язык, несмотря ни на что, несмотря на происходящий сейчас ужас и катастрофу, они продолжают приходить на какие-то уроки русского языка, стараются узнать больше о русской культуре, и, разумеется, они все осуждают то, что сейчас делает Россия, но при этом они для себя каким-то образом разделяют, или, может быть, даже не столько разделяют, сколько пытаются осознать, исследовать. Это как некий феномен, может быть, как цельный, может быть, как разделенный феномен, но феномен, связанный с тем, что имело предпосылки в прошлом и сказалось вот в этом настоящем.